Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Жители микрорайона Бутово-Парк пытаются отстоять лесопарковую зону около 21-го дома. В течение месяца он не возвращает землю, мы идем в суд. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко проконтролировал ход проведения благоустройства в деревнях Белевутово и Горки. Мы обошли, собственно, все Белевутово деревню, наметили точки, где пройдет уже тротуар, деньги уже выделены. Воспитанники Видновской актерской школы «Волна» – призеры фестивалей театрального искусства. Там мы взяли лауреат второй степени, и двое ребят у нас выступили в номинации «Художественное слово». С апреля этого года жители микрорайона Бутово-Парк пытаются отстоять лесопарковую зону возле 21-го дома. Земля оказалась в частной собственности, и здесь началась массовая вырубка деревьев. Благодаря действиям администрации муниципалитета работы были сразу прекращены, но людей продолжает волновать судьба леса. Для этого главой Ленинского городского округа была инициирована еще одна встреча с жителями, о чем говорили на этот раз в сюжете Юлия Погасьян. Жили, не тужили, наслаждались свежим воздухом, который жителям микрорайона Бутово-Парк дарил большой лесной массив. Но в один весенний день спокойствие нарушила строительная техника. Началась вырубка деревьев. Выяснилось, что теперь земля находится в частной собственности. Моментально были, конечно, работы прекращены, но поскольку не было оснований, пока мы не знали основания прекращения этих работ, попытки возобновить эти работы не имели места быть. И жители, конечно, реагировали на эти события, вставали, можно сказать, грудью за этот лес. По генплану и правилам землепользования и застройки, лесопарковая территория в микрорайоне Бутово-Парк возле дома номер 21 находится в зоне рекреации. Строить здесь нельзя. И, конечно, запрещено вырубать деревья. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов уже несколько раз встречался с местными жителями, чтобы выслушать их позицию и помочь людям отстоять лес. Сегодня позиция губернатора, и он это на обращение с жителями говорил, лес и придомовые территории могут использоваться только в одном случае. В случае с полного согласия жителей, которые живут рядом с данными массивами. Другого быть не может. К проблеме подключился депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, который в начале этого года возглавил Всероссийское общество охраны природы. То, что мы не дадим здесь не только строить, но и рубить ничего больше, это однозначно. Просто нужна будет сразу информация. Не знаю, почему вы не обращались ко мне как депутаты. У меня есть все полномочия делать депутатские запросы. Вплоть до прокуратуры, до президентских всех струков. Так что теперь это моя такая же ответственность, как и главы на сегодняшний момент. Надеюсь, что собственник понимает, что таких безобразий больше происходить не будет. Несмотря на то, что собственник участка найден и глава лично приглашал его навстречу, явиться некий Сергей Юрьевич не соизволил. Прислал представителя, она и рассказала о планах владельца земли. У собственника были планы по застройке, но однако после принятия генплана 3 июня 2021 года данная зона вошла в зону рекреации. Соответственно, строительство на данный момент запрещено, и собственник принимает решение по дальнейшей судьбе данного участка. Мы настаиваем на том, чтобы собственник передал земельный участок муниципалитету. И если собственник откажется передавать земельный участок муниципалитету, администрация намерена обратиться в суд. Это принципиальная позиция главы Дмитрия Баренова. В течение месяца он не возвращает землю, мы идем в суд. То есть сегодня у нас 3 августа, 3 сентября, как символично, вы пойдете в суд. Хорошо, договорились. В случае благоприятного исхода дела у округа появится возможность провести в лесопарковой зоне благоустройство, учитывая пожелания жителей. Обустроить дорожки, установить освещение. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В муниципалитете продолжается благоустройство территорий. В начале года в округе был запланирован ремонт 25 дорог. Несколько из них находятся в деревнях Белеутова и Горки. Проверить ход работ на данной территории отправился председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Утро начинается не с кофе, а с обхода территории. На центральной улице деревни Белеутова председатели Совета депутатов ждали с нетерпением. Местные жители давно обратили внимание Станислава Радченко на проблему отсутствия пешеходных дорожек на улицах. Вместе с главой местного территориального отдела и подрядчиком народный избранник узнал, насколько возможно в короткие сроки реализовать данный проект. Мы обошли все Белеутово деревню, наметили точки, где пройдет уже тротуар, деньги уже выделены, есть подрядчик, соответственно уже есть проект. Естественно, сейчас будем сталкиваться с некоторыми сложностями, как-то проход газовой трубы рядом, охранная зона, колодцы, водоснабжение. Но я думаю, что мы сейчас в ходе обычной работы ежедневной с жителями где-то найдем консенсус. На коммуникацию Каширского шоссе поступало немало жалоб. Здесь нередко происходили аварии, так как трубам не меньше 50 лет. Сегодня на этой территории проходит ремонт сети холодного водоснабжения. Сюда и направился председатель Совета депутатов. По плану здесь проложат более 500 метров новых коммуникаций. Такая же замена запланирована на противоположной стороне дороги. Прокладывается водопроводная труба ПНД СДР-17 диаметром 160 мм. Также устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами для улучшения состояния пожаротушения данных населенных пунктов. Основной точкой маршрута стал подъезд к школе и детскому саду, который достраивают в ЖК «Май». В скором времени учебные заведения заполнят около 400 человек. Без дополнительной дороги в комплексе образовались бы пробки. Поэтому проблему решили заранее. Под программой «Дороги Подмосковья» были выделены денежные средства в районе 6 миллионов рублей на устройство дороги, подъездной дороги к ЖК «Май», устройство тротуара и устройство парковочных карманов. В данный момент работы уже ведутся около двух недель. Планируем дата окончания работ – вторая половина августа. Протяженность новой дороги – один километр. Сейчас решается вопрос об установке освещения по ее периметру. Подрядчик уверяет, что сдать объект он успеет в срок. На данном объекте никаких проблем не возникает. Все идет по плану. Все работы ведутся в мере графика. На данный момент работают 4 единицы техники и ориентировочно 15 человек. А главное – работы не мешают жителям. Начинаются в 9 утра и заканчиваются около 8 вечера. Все делают ребята так, как нужно. Все устраивают. Дорога – это нужно. Долго ждали, чтобы тут дорога была? Три года. Нет, вообще дороги не было. Машины все убили. Остро стоял вопрос организации въезда на территорию жилищного комплекса. Сейчас на стыке с новой дорогой тротуар. Однако председатель Совета депутатов сразу узнал у ответственных лиц пути решения данной проблемы. В ближайшее время будет уже праздник, день поселения, горки Ленинские. И, соответственно, я надеюсь, уже к этому моменту мы подойдем к финишной черте. Здесь будет и дорога. Здесь интересный подход. Мы как раз совместно с жителями проработали вопрос и пешеходной зоны, и парковочных карманов, и разворотной стоянки, где можно будет беспрепятственно высаживать детей и спокойно, безопасно проводить их в школу. Во время обхода депутат смог лично пообщаться со многими местными жителями, узнать о волнующих их вопросах, решить проблемы на месте или обозначить сроки их устранения. Сегодня в округе отремонтировано уже 12 дорог. До 1 сентября планируется завершить работы на остальных объектах. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В рамках губернаторской программы у трех корпусов дома номер 41 по Петровскому проезду проводится комплексное благоустройство дворовой территории. Представители территориального отдела Расторгуева проверили ход ремонтных работ и встретились с местными жителями. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Три корпуса дома номер 41 по Петровскому проезду расположены на закрытой территории. Сейчас в небольшом комплексе проживают более 30 семей. В последний раз реконструкция зданий была проведена в 2002 году. Дома были старые, они были отселены. Очень долгое время стояли без оконных и дверных проемов. И потом фонд жилища провел данную реконструкцию двух домов. Третий был построен дополнительно. Как рассказал местный житель Валерий Бодряшов, их дворовая территория давно нуждалась в комплексном благоустройстве. Географически сложилось, что мы как-то огороженная территория. И здесь благоустройством вроде бы никто не занимался. Долго спорили, кому это носится земля. Вроде здесь коммерческие структуры, хотя такого нет. И было довольно неопрятно здесь в плане благоустройства. И мы никогда не ожидали, что к нам так с лицом повернется власть и такой грандиозной проведет реконструкцию нашей придомовой территории. Работы начались два месяца назад. И в данный момент они завершены практически на 90%. Общая площадь асфальтирования составила около 3000 квадратных метров. Осталось лишь нанести разметку на парковке. Стоит отметить, что на автостоянке предусмотрены места для маломобильных групп населения. Комплексное благоустройство проводится по программе современной комфортной городской среды. Сумма была выделена в размере около 7 миллионов на данный двор. Данный двор включает 8 обязательных элементов комплексного благоустройства. Это замена асфальтобетонного покрытия, замена входных групп в дома, контейнерный мусор, замена контейнерных мусорных площадок, устройство детской спортивной площадки, расширение парковочных карманов. Как рассказала начальник территориального отдела Расторгуева Татьяна Полякова, весь перечень работ сначала обсудили с жителями. В ходе реализации данных работ было несколько нюансов. Кого-то что-то не устраивало. Ну, вы сами понимаете, сколько жителей, столько и мнений. Да, поэтому, ну, наши подрядчики идут навстречу, буквально прям отрабатывая каждое предложение, каждое обращение. Они хотели там мангальную зону отремонтировать полностью. К сожалению, бюджет не позволил эту работу сделать. Да, соответственно, вопрос встает еще пока по замене скамеек, потому что, ну, как бы скамейки хорошие, но у нас тут хотят именно кованые. Также совсем скоро во дворе комплекса будет обустроенная детская площадка. Сейчас уже сделано основание. В ближайшее время привезут малые архитектурные формы и установят мягкое резиновое покрытие. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии автомобильных краж на сумму более 7 миллионов рублей. Злоумышленники ночью с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похитили автомобиль иностранного производства. В течение нескольких часов полицейские установили подозреваемых в совершении противоправного действия. Ими оказались двое уроженцев Средней Азии. В ходе дальнейших оперативных действий в Ленинском городском округе был задержан их сообщник – уроженец Закавказья. Мы разговаривали с оперативниками, они прекрасно, они сами подтверждают, что машину я не угонял. Ну, да, что было, то я и говорю, что люди какие-то машины предлагали, я присутствовал, когда кто-то покупал машину. При проведении обысков полицейскими были изъяты мобильные телефоны, использовавшиеся во время совершения преступления, и оборудование, предназначенное для несанкционированного вскрытия охранных систем и запуска двигателя машин. Также обнаружены еще два ранее похищенных автомобиля. По данным фактам, следственными органами МВД возбуждены уголовные дела. Сразу семь наград в копилку Ленинского городского округа привезли с двух фестивалей театрального искусства воспитанники Видновской актерской школы «Волна». Оба проходили в городе-курорте Сочи. О том, как это было и довольны ли ребята выступлениями, расскажем в нашем следующем сюжете. Лето – это не только пора каникул и отпусков. Это еще и время больших кино- и театральных фестивалей, в том числе и начинающих юных актеров. В июле в Сочи прошло сразу два конкурса театрального искусства – вокруг Рампы и у самого Черного моря. Защищать честь Ленинского городского округа туда отправилась Видновская актерская школа «Волна». Мы готовим всегда новый спектакль. И помимо того, что мы проходим весь этап репетиции, подготовки, выступления перед очень важным и интересным жюри, мы смотрим работы других команд, проходим творческие мастер-классы от театральных деятелей, которые присутствуют также на этом фестивале. Но и это очень объединяет нашу команду. Младшая группа актерской школы выступила со спектаклем «Праздник непослушания» на фестивале у самого Черного моря. Там мы взяли лауреат второй степени, и двое ребят у нас выступили в номинации «Художественное слово». И взяли первое и второе место лауреатства. Первое и второе место. Старшая группа показала фрагмент спектакля «Повелитель мух» по мотивам одноименного романа Уильяма Голдинга. Я главный выберу свои эти правила. Нет! А то, что про правила у нас ничего и нет. Блевать нам на твои правила. Мы охотники, мы сильные. Ребята получили специальный диплом жюри за сам спектакль, а трое актеров – Снежана Коза, Георгий Николаев и Иван Семенов – дипломы за актерскую игру. Выделили мне награду за актерскую хорошую игру, за доработку самого образа. А ты своей игрой, так ты чувствуешь, не очень доволен? Не очень доволен, я мог бы сыграть лучше. Иван Семенов на сцене сыграл отрицательного персонажа Джека, полную противоположность ему самому. Джек, он такой дикий, хочет постоянно быть в центре внимания и хочет быть лидером в компании. У меня вообще довольно симпатичные образы, которые противоположны мне, потому что это что-то новое, я могу в себе открыть, например. Ребята признаются, каждый выход на сцену – это событие, которое актер с нетерпением ждет. И готовиться нужно всегда. Перед выходом на сцену нужно настраивать себя, наполнять своего героя, разминать речь, как минимум повторить текст, проверить реквизит. И, конечно, волнение. Нужно как-то более, чтобы уверенно себя чувствовать. Как-то проделать, может, какую-нибудь дыхательную гимнастику, чтобы не волноваться. Мне очень понравилась эта поездка. Это была первая поездка именно с театральной студией. И бесценный опыт был очень веселый и интересный. С начала нового театрального сезона «Волна» планирует раз в неделю играть спектакли для всех желающих. Для этого сейчас в помещении школы перестраивается зрительный зал. После ремонта он сможет вместить более 40 зрителей. Ждут нас и новые спектакли, так что следите за афишей. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. На сегодня новостей больше нет. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok